Друзья, привет! Недавно мы задались вопросом найти себе классный, огромный телевизор. И, как оказывается, мы хотели что-нибудь как минимум 60-дюймовое и максимально свежее. В общем-то, это он, и вы не поверите, с вами Дима, и вы на канале ПДАВАЙ. В ходе поиска этого телевизора, а именно вот этой вот данной модели, мы осознали, что достать его можно только в магазине Яблоко ЮА. Ребята привезли его нам и аккуратненько установили, так что если ищете себе телевизор или любую другую технику, то переходите по ссылочке в описании. В комплекте нас с вами ждет, вы не поверите, вот этот вот малыш, в общем, наш с вами основной сегодняшний герой, и замечательный, небольшой, достаточно интересный и функциональный пульт. К тому же, да, не поверите, батареечки в комплекте. В плане внешнего вида выглядит телевизор хорошо, к тому же рамки у него, откровенно говоря, достаточно тонкие, тем более для такого класса устройства, да и сам по себе он достаточно тонкий телевизор, то есть еще один плюс в его копилочку. Также не могу не отметить кабель менеджмент, он тут продумал достаточно серьезно, мы можем пустить провода по задней крышке, чтобы их не было видно снизу, а также потом пустить их куда нам уже нужно вниз, непосредственно через нашу ножку опоры, что, блин, достаточно удобно. В новой версии телевизора мы с вами получили менеджер приложений, который позволяет как минимум управлять оперативной памятью, очищать ее, в общем, маленькие полезные финтифлюшки. К тому же, в этом году модельный ряд с премиум ультра HD начинается с 49-дюймовой модели, а не с 55-дюймового телевизора, как это было раньше. И к тому же, тут будет функция AirPlay. Небольшая ремарочка, тут будет доступен AirPlay 2, который, собственно говоря, позволяет передавать одновременно на несколько устройств музыку с вашего смартфона. Но все равно, знаете, да, это круто, но появится это немножечко позже в следующих прошивках. И да, как вы понимаете, обновления на этот телевизор будут приходить. А теперь, если вы не против, хотелось бы поговорить о крайне прикольных функциях, которые, в общем-то, запали в душу. И первая из них, это, пожалуй, Bluetooth. Да, вроде банально, но благодаря этому мы можем брать вот такие вот небольшие колоночки и подключать их к телевизору. Для этого всего лишь требуется включить Bluetooth и там, и тут, найти этот девайс на телевизоре и подключиться. Все. После этого вы будете слушать музыку уже непосредственно через ваш внешний динамик или же Bluetooth наушники. И вот, скажите, вот как по мне, достаточно все же удобно посидеть, поиграть в Соньку ту же, при этом напялив на себя наушники. Никто тебя не слышит, ты погружен в игру. Прикольно, классно, удобно, так что функция реально полезная. И сразу же хочу прийти к вопросам картинки, поскольку что может быть важнее, чем картинка, когда речь идет о телевизоре. Тут есть четыре основных цветовых пресета, которые вы, в общем-то, можете выбрать по умолчанию. Это динамичный, обычный, стандартный и кино. Скажу честно, в случае с динамичным, иногда, очень часто, картинка может быть не то, что перенасыщена, она может быть, ну, просто-таки испорчена. Могут появляться засветы там, где быть не должно, может быть перебор с контрастностью и цветонасыщенностью, в общем, может быть жесткий перебор. Поэтому нужно, пожалуй, в основном пользоваться остальными тремя случаями. Если же речь не идет о каких-то достаточно, ну и так, красивых картинок. То есть, когда воздушные шары летают по небу, динамический вариант может быть очень даже приколен, потому что все будет мега-мега круто выглядеть. А вот когда вы смотрите кино, то очень часто это будет вам скорее мешать. Естественно, это не все настройки, которые тут есть. Вас ждут полноценное меню с настройками, начиная от яркости, контрастности и тому подобных классических настройок. Заканчивая настройками AutoMotion, которые позволяют делать картинку более четкой. В общем, в плане настроек, думаю, большинство людей смогут подстроить этого малыша непосредственно под себя. Сразу хотелось бы заметить, хоть здесь и нет 5-герцового Wi-Fi, но, к примеру, более чем спокойно кушать 4K из YouTube, да, понимаю, не самое тяжелое мероприятие, но все же, сейчас видосик идет непосредственно из YouTube, и происходит это нормально, без каких-то подтормаживаний. Также этот телевизор спокойно готов воспроизводить 4K контент непосредственно с флешки, которую вы туда впихнете. То есть, вам достаточно использовать какой-то внешний источник данных, и если этот контент будет не больше, чем на 50 мегабит в секунду по битрейду и подходящих форматов, которые вы сейчас, в общем-то, видите у вас на экране, то вы сможете получить сразу картинку, просто используя обыкновенную флешку. Просто, нативно, как вариант, достаточно удобно. И давайте все-таки мы с вами поговорим о том, что мы пытались скормить этому братишке. Начали мы, конечно, с достаточно простого. Это обыкновенные 4K видосики, которые залиты куда? Абсолютно верно, на YouTube. Дальше мы нашли интересные какие-то футажики, которые, в общем-то, просто предлагаются а-ля от Samsung. Вот сейчас вы видите футбольный матч, и который, возможно, как раз будет немножечко перенасыщен, но такие цвета любят народ, так что смотрите и понимаете, вам нравится такое или нет, потому что добиться тут такого достаточно просто. Ну и самое жесткое, что мы попытались воспроизвести на этом телевизоре, и это речь идет сейчас непосредственно не о воспроизведении с него, а через внешний источник, подключенный по HDMI. Так вот, это были видосики с редовских камер в 8K формате, которые даунгрейднуты до 4K посредством Apple ProRes 4.4. И скажу вам честно, выглядит это неплохо. В общем, вы сами видите это на экране, и если это подключивают, то, сорян, просто не вывозит у нас техника. Не обошлось тут и без режима для игр. В общем-то, для того, чтобы его затестировать, мы подключили четвертую прошку, ну, Соньку имеется в виду, поиграли в несколько проектов и не получили никакой-то пикселизации или какого-то мыла, этого ничего не было. Соответственно, вы можете использовать этот телевизор, в общем, как устройство для вывода картинки во время вашего гейминга. Нельзя тут еще забывать о том, что вы найдете в маркете приложений огромное количество всяких программ, которые на самом деле могут оказаться даже полезны. В общем, ну, это обычный маркет, в котором есть достаточно много годных решений и достаточно много, ну, откровенно говоря, не особо полезной шняги. По умолчанию тут уже установлен ютубчик, так что вот видосики оттуда сейчас и воспроизводятся. Также даже на самом пульте есть кнопки популярных стриминговых сервисов, которые, к сожалению, не особо популярны в наших странах, так что если вы смотрите Netflix, для вас это будет плюс. Этот малыш поддерживает голосовое управление и может сделать, к примеру, вот так. Какая погода в Киеве? Да, набор команд немножечко ограничен, но зато какие-то фишки вы явно все-таки имеете. В общем, что я могу сказать в заключении? Этот телевизор, в первую очередь, достаточно хорошо показывает картинку, что самое главное. Вот сейчас, к примеру, вы видите запись нашей записи 4К, которую мы воспроизводим через этот телевизор. И как вы можете убедиться, выглядит это действительно неплохо. К тому же тут крайне приличный набор функций, в частности, и смарт-функций, которые будут полезны практически каждому. Этот телевизор крайне свежий, это значит, что он будет максимально длительный период поддерживаться производителем, да и цена у него действительно лояльная. В общем, крайне конкурентный вариант для вашего выбора. А мы, в свою очередь, выкринчили у магазина Яблока ЮА модель помладше, просто с меньшей диагональкой и решили для себя посмотреть на неё отдельно, так что жди в следующих выпусках отдельный обзор на эту модельку. В общем-то, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, обязательно кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить обзор следующего телевизора и не только его, поскольку у нас крайне много разных и интересных видосиков. Всё, ребятушки, удачи!